Всем здраво дорогие подписчики, с вами снова я Диман и это новенькая серия реальной жизни, которую вы очень сильно ждали. Короче друзья, по предыдущей серии могу сказать лишь только одно, я успел опередить этого маньяка и приехать домой к Насте в общем-то быстрее него. Все были в порядке, все были живы, все было хорошо и да друзья, я сегодня нанял еще охранника, я не знаю короче какой-то прям сверх естественно какой-то опаснейший типуля, а вот взял с меня просто капец как много, но пообещал что вообще ни одной волосинки не упадет с голов моих родных людей, вот. Так друзья, получается я отдал за него 136 тысяч долларов и в принципе ездит он вот на такой вот BMW, получается номер вот такой тысячу на всякий так скажем случай, а что у него есть вообще, что-то видно? Ну друзья, видите полностью машина затонирована, короче не знаю какой-то реально опаснейший типуля, вот, пообещал что все будет хорошо. Сегодня я бы хотел отправиться по одному офигенному адресу, который мне скинул именно по помните, короче вчера получается мы еще у наркомана узнали кто может пробить скрытый номер, вот. И я думаю что стоит уже отправиться туда, кстати друзья по поводу BMW, в общем когда я спешил я, ну вы помните, нечаянно встретился с отбойником или же даже с бордюрчиком. И короче друзья, вот получается что появилось, то есть вот такой вот офигенно огромный зазор на машине, который я конечно же исправлю чуть позже, не сейчас, а вот. Короче друзья, отправляемся именно по этому адресу, надеюсь что в общем-то человек, который сможет пробить номер будет именно там, если все будет хорошо, то мы узнаем кто же на самом деле на меня охотится и что вообще он хочет. А вот, то есть друзья, теперь я точно знаю и уверен, что с моей семьей ничего не случится, моя жена и сын и также ее родители будут в порядке и безопасности, вот. А мы тем временем отправляемся именно туда, погнали. Так ребят, короче вон видите чувак получается в белой футболке, а это я так понимаю его машина. Мне сказал именно наркоман, что если я туда сунусь с камерой, то он просто меня сразу же пошлет и подумает, что я ментяра позорный, который хочет его слить. А вот, поэтому ребята камеру я оставляю здесь в машине, сейчас пойду переговорю с ним, покажу вообще свой телефон, попробовать наверное таки пробить именно номер. И я очень надеюсь, что мы сможем вычислить этого гада. Поэтому ребята, еще буквально секундочку и вы все узнаете. Пацаны, это просто пупец какой-то на меня, сейчас я не знаю, кто-то озлобился и пытается убить, я просто не знаю, что происходит, потому что я, блин, ё-моё, нифига, тварь, на, 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 отлично, а так парни, факт, кто, в смысле, все, вроде теперь точно все. Блин, пацаны, короче, только что узнавали информацию, я вроде бы все узнал, потом выхожу, короче, вот этот вот типуля получается от меня что-то хочет, я не понимаю, во-первых, какого фига он. Во-первых, на меня начал ладриться, во-вторых, какого фига он на меня начал вообще палить, блин, пацаны, я походу это, ну того, чувака, походу гасанул. Ладно, ребят, давайте валите сюда побыстрому. Блин, еще и тачка заблокировалась, ну что же ты будешь делать, а? Фак, открывайся давай. Расклад такой, мне с этого номера, который скрытый, звонили еще, получается, два года назад, и мы достаточно часто общались. Очень тяжко как-то вспоминать то, что я как бы забыл, и поэтому, друзья, ну такое, да? Вот, то есть этот человек, получается, мне давным-давно звонил, что-то от меня, походу, хотел, и я, вероятнее всего, что-то не сделал, может быть. И теперь он угрожает моей семье расправой за все, что я как бы должен был сделать. В общем, друзья, я планирую сейчас где-нибудь остановиться, так, в безлюдном месте, попробовать созвониться с этим человеком и узнать, что же он на самом деле хочет, и он ли это. Потому что, друзья, ну такое, если, конечно, мы немного ошиблись, и вот этот вот человек, который пробивал номер, просто сказал левый номер, будет как-то не особо по себе и не особо приятно. Блин, а что я стою? Не красный же. Вот, то есть, друзья, сейчас я чисто ищу место, и я очень хочу в этой серии закончить абсолютно с вот этим всем дерьмом, и просто жить спокойно, со своей семьей, радоваться жизни, покупать машины, дома, и просто путешествовать, друзья. Вот все, что сейчас происходит, мне нафиг не надо. Так, друзья, давайте, я не знаю, что ли, заедем вот на вот эту заброшенную, ой-ой-ой-ой, заправку, и давайте где-нибудь здесь попробуем поговорить с этим человеком. Алло? Да, да. Кто это? Че, они в курсе, что ли? Ну, такое. Это ты мне звонил в телефон в последнее время? Да. Свалил на два года, думал, я про тебя забыл, что ли? В смысле? Кто ты такой вообще? Что тебе нужно от меня? Интересно. Ты че, совсем не помнишь, что ли, что ты мне должен? Ну, такое. Может, объяснишь, зачем все это ты устраиваешь? Зачем моего сына сбил? Я вижу, тебе понравился мой спектакль, да? Ты, может, объяснишь уже все это? Я как-то не особо понимаю. Почту свою проверь, там вся информация. Я не попугай тебе по сто раз все объяснил. А, хорошо. А что на почте? Там от неизвестного абонента тебе была прислана информация по поводу документов. Еще раз все прочитай внимательно. Скажу только одно. У тебя осталось 12 часов на выполнение поручения. Так что, дерзай, малый. И все это, если мне хана. Пацаны, короче, такое себе. Я, во-первых, не особо помню этого человека. И, кстати, вы же, наверное, по-любому помните. Два года-то прошло, вы же это все видели, наверное. Мы там встречались, может быть, с ним. Вот. Поэтому, пожалуйста, напишите в комментариях, кто это такой. И, блин, что он хочет от нас. Потому что он был немного сейчас офигевший, потому что я нашел его номер. А вот. Но такое. Короче, он говорил о каком-то задании на почте. Давайте сейчас, в общем-то, посмотрим на это. Давайте сейчас. Так. Телефон. Угу. Так, сафари. Вот. А. Блин. Есть какое-то письмо. Я его даже не читал, пацаны. Вот именно на почте на моей, получается, здесь. Так. Давайте мы его откроем. Сейчас посмотрим, что он, в общем, хотел от нас. Так. 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 Здравствуйте. Так. Так. Вот. Здание ФБР. Ага. Там. Считаем. Так. 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 А. Я понял, пацаны. Короче, это сообщение было отправлено мне два года назад. Получается, именно этим, получается, типом, что ли, о том, что я должен был какие-то бумаги сфотографировать и отправить ему на почту, получается. Вот. А эти бумаги находятся в здании ФБР. Видимо, я просто это задание не выполнил, и он озлобился на мою семью и решил как-то все-таки отомстить. Короче, ладно. Он сказал, у меня есть 12 часов, и за эти 12 часов я должен выполнить вот это задание. Либо же... Ну, с ним шутить такое. Я не особо хочу, потому что он уже сбил моего сына и чуть ли не довел до белого коленя мою жену. Поэтому, друзья, сейчас мы сразу же, наверное, отправляемся к ФБР, посмотрим, что там да как, посмотрим вообще на обстановочку и возможно ли выполнить это задание. И, как я понимаю, если мы это выполним, то он отстанет от моей семьи, и я буду жить дальше спокойно и счастливо. Что, в принципе, мне и надо. Так, ребят, я так глянул, там... Ну, на охране стоит еще, да, получается. Ну, народа не сказать, что много, поэтому нам нужно ей таки начать нашу машину и попытаться проникнуть в здание. Блин, ФБР! Это просто капец, ну, представляете? Так, давайте мы еще немного сфотографируем. Может быть, камера где-то есть? Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ну, вроде бы все чисто. Угу. Вон, видите, охранник стоит, получается. Но он вроде бы один, как я понимаю, да? Ну, такое. А знаете что, давайте, я не знаю, попробуем сейчас купить какую-нибудь маску. Да! Реально, маску в каком-нибудь магазине наденем на лицо, чтобы точно нас никто не запалил. Попробуем проникнуть в это здание. Но, блин, надо будет как-то охранника все-таки обойти. Ладно, сейчас, короче, пока подумают, что-то как. Вот. И сообщу вам, что же я таки придумал. Пацаны. Короче, я купил на 50 долларов и маску, и биту. Вы посмотрите на это. Вот она бита получается. Вот такая вот, экселевская, да? Ха-ха. Для больших размеров. А вот. А также, друзья, маску. Но маску я вам пока что не покажу, чтобы не палиться чисто. А вдруг кто-то будет палить этот видос, ну, или еще типа того. А вот. Поэтому, друзья, в общем-то, машину я оставил вон там. Ну, видите, да? Ее, вон она. Вон, прям пальчиком касаюсь. Ага. Теперь давайте я все-таки попробую пробраться в это здание. Для начала нужно будет натянуть маску на лицо, потому что я, блин, ну, не хотел как-то как долбоеб идти по всему. Я думал, получается, участку дороги, и чтобы все смотрели, что я в какой-то маске. Вот. Сейчас мы попробуем ее натянуть и беспалевно пробраться в здание. Блин. В ФБРовское здание, пацаны, проникнуть в здание агентов. Это просто капсда. Чем он думал, когда давал такое задание? О, фак. Ну, ладно, надо пробовать. Пацаны, короче, я еле пробрался в это здание. Там чувак, который встречает всех людей, и он отвернулся, то ли кофе налить, то ли чай. Я не знаю, я, короче, под его стоечкой так вот великом пробежал, и теперь я здесь. Знаете, что самое интересное? Это то, что у меня 12 часов, но уже где-то меньше. И, блин, ну, здание, оно видно пустое. То есть, кабинеты все пустые. Так, а если попробую сейчас, я не знаю. Нет, оно закрыто. Блин. Либо у них какое-то спецзадание, либо же еще что-то. Так, это что у нас получается? Это противопожарные какие-то устройства? Окей, я понял. То есть, ну, такое. Как бы, так, а тут... О, стоп. Это что, куда? Блин, ну, мне сюда точно не надо, да? Или надо? Пацаны. Я туда не пойду. Ну, нафиг, это какое-то опасное место. Блин. Я понял, пацаны. Так. А, открыто, слава богу. Так, нету его? Не услышал он этого? Нет, порядок. Вот. Нам нужно подняться на 49-й этаж и найти какой-то кабинет Шона и сфотографировать его все документы. Друзья, я не знаю, что за Шон вообще, где я его найду, но подняться на 49-й этаж нам нужно, поэтому... Как только я поднимусь так вот, давайте вызовем лифт. О, отлично. Пацаны, короче, нам нужно найти кабинет Шона. Знаете, тут очень много всяких, получается, мест, где, ну, может кто-то сидеть, поэтому, мне кажется, нужно пройти каждый... Так, а тут что, открыто? Нифига! Блин, пацаны! Стоп, 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 стоп. Так, это входы. О, фак! Слава богу, я вроде бы не спалился. Блин, пацаны, тут кабинетом в большей степени как бы показаны, да? Так, отпечатки. А, ну, а если что, по приколу, давайте свою... Не, свою не буду, а то еще останется мои отпечатки здесь. Так, а это что у нас получается? Блин, пацаны, тут капец как все интересно, конечно. Всякие разыскиваются люди, и опасно, опасно. Стоп, пацаны, вроде кто-то идет. Ё-мою, твою мать, так, подожди, а тут у нас ответы. А, сейчас закрыто. Сука, сука. Так, подожди, давайте по-быстрому пока. В этом кабинете спрячемся. Давайте, давайте, быстро, 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 быстро. Так, все, пацаны, короче, фак. Короче, как только он пройдет, я попытаюсь найти кабинет Шона. Блин, тут такой смен... Ну ладно, давайте садиться. Пацаны, короче, нашел кабинет Шона. Как вы слышали, это сигнализацию забабахали. Вон, получается, флешку. Я уже скопировал именно все документы с компьютера. Сейчас я, короче, по-быстрому пофоткаю. Так, 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 так. Это просто капец, пацаны. Так, подожди, вот, 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 вот эти документы. Короче, я сейчас все отфоткаю. И, наверное, отправились на... Ё-моё, на крыше, чтобы, короче, походу прыгать с парашютами. Я хрен его знаю. Потому что через здесь меня точно не пропустят. Потому что уже, блин, сигнализация работает. Фа-га-га. Так, да ладно. Ладно, все, короче, пацаны. Нителям времени просто фотографированы, потом все ему отправили. Я не знаю, что из этого будет именно то, что нужно. Так, пацаны. Вот, 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 вот. Так, все отлично, фото. Пацаны. Фух. Слава богу, я выбрался на крышу, получается, по лифту. Вот. Сигнализация до сих пор работает, но это просто капец, пацаны. Давайте, наверное, валите отсюда, потому что на первый этаж я точно не сунусь. Они по-любому его уже перекрыли раз сто. О, блин, пацаны, я даже не знаю, откуда лучше было бы прыгнуть. Кстати, я в подсобке там нашел еще и парашюты. Это просто не может не радовать подарок судьбы, так скажем. Ой. Блин, фак. Ладно. Давайте, я не знаю, прыгнем сразу к машине, что ли, да? Чисто так, чтобы меньше было бежать. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Ой. Да. О, фак. Не надо спешить, пацаны. Не надо никуда спешить. Так, если я не ошибаюсь, так давайте, наверное, вот так вот. Отлично. Да, машина моя вон. И, наверное, таки давайте уже отсюда, что ли, прыгнем. Блин, я еще руку немного поранил. Ну, ладно, короче, пацаны, прыгаем. Вау. Вау. Офигенно. Пацаны. Пацаны, так тихо, аккуратно. Нам нужно прыгнуть рядом с... Мать его. Чёртовы машины. Офигенно. Пацаны, пипец. Походу, нос разбил. Такое. Короче, пацаны, просто валим отсюда Просто, мать его, валим Я очень надеюсь, что меня не заподозрили Потому что я был в маске Это как минимум Во-вторых, ну, вроде бы, хвоста за мною нету Сейчас отправляем именно все эти документы, которые я пофотографировал Именно этому чуваку Отправляем именно документы с флешки И я очень надеюсь, что этого будет достаточно Потому что повторно я туда уж точно не полезу Это просто капец Там еще какие-то агенты, короче, сидели И это было как минимум опасно Вот, пацаны, короче, я не знаю Отстанет ли он от моей семьи Но как минимум мы теперь узнали, кто такой Момо И, если честно, хотелось бы Немножечко ему ответить за то, что он сбил моего сына Ладно, ребята Это уже следующая серия Обязательно ставьте лайки, 3000 лайков И следующая серия На этом все, всем удачи, ребята Всем пока, обязательно, друзья Подписывайтесь на мой канал Все ссылки будут в описании Всем пока, ребята